Камера, мотор, начали. База отдыха под Минском превратилась в приград Ленинграда времен блокады. Съемки шли на протяжении месяца и вышли на финальный этап. Семейная экшендрама «Каруза» в роли режиссерского дебюта Иван Харатьян. К слову, на площадке отец и сын Харатьян-старший исполняет хоть и эпизодическую роль, но ключевую. В целом на площадке звездный состав. Балуев, Иванова, Маклаков. Вот так мастер-класс. А привезли-то в Минск только главных героев. Несмотря на то, что работает над картиной российская продюсерская компания, основной костяк в съемках была русские актеры, как и съемочная группа. Мы в процессе работы делаем этот мастер-класс на практической реализации. Вот, например, и Балуев, и Иванова, и Дмитрий Харатьян. Они очень хорошо и охотно делятся со студентами нашей академии секретного мастерства профессии. И это очень важно и ценно, потому что идет такой международный обмен между нашими дружескими странами. Картина основана на реальных событиях. По сюжету охотничий пес Каруза спасает людей от голода. Позже к нему присоединяется и главный герой. Есть кинособаки, которые более способны. Но собака вообще изначально должна проходить общий курс дрессировки, быть социальной. То есть она должна уметь находиться в обществе, взаимодействовать с людьми и с собаками. Я думаю, что эта картина о самом важном, о человечности, о наших братьях-четвероногих, которые рискуя своей жизнью и отдавая ее во имя человека, требовали только одного в ответ этой любви. Замечательная работа сценаристов, замечательная съемочная группа. Ну, тху-тху-тху, все совпало. Все совпало, не то слово. Кино хоть в войне, но все же семейное, поэтому все краски немного теплее да мягче. Несмотря на серьезность картины, на площадке атмосфера всегда дружелюбная. Вся съемочная площадка как город в городе. На объекте месяцами выстраивают декорации. Снимают на хромакее сложные сцены и привлекают животных. А помимо самого съемочного процесса, в киношной сфере есть собственный караван, так называется, в дотоколонна вагончиков, костюм, грим и актерские рулота. А весь съемочный процесс занимает месяцы, а то и года. На экране по итогу час двадцать. И если в Минске уже крайняя смена, то для съемочной группы еще не экватор. Следующий блок ждет Санкт-Петербург. Качественный продукт, и это всегда про время и терпение. Кстати, эту реальную историю собаке рассказал сыну старший Харатьян, и она его очень тронула. И для меня это важно, преемственность поколений. И вообще это семейное и детское кино, потому что именно такое кино снимает Иван Дмитриевич Харатьян сейчас. А поскольку он очень любит животных, очень любит собак, очень любит детей, это его тема. И это некое такое будет первое высказывание. Я очень рассчитываю на то, что оно будет искренним и найдет отклик у зрителей. Даже какая-то простая сцена с двумя людьми, которые общаются друг с другом в кадре, на самом деле в себе таит нечто большее. Естественно, были и сложные постановочные сцены, была работа и с пиротехникой, и с трюками собаки, с большим количеством людей. Это все мне, естественно, интересно, но и сложно в то же время. В зависимости от занятости актеров, команде приходится изменять состояние построек, чтобы передать до и послевоенное время, зафактурить, состарить или обновить. А этот процесс у художников может занимать месяц и полгода, конечно, в зависимости от масштаба и сложности картины. Нам пришлось много старить, дофактуривать, изготавливать старые фактуры. Мы использовали фактуру и заводскую, и изготавливали очень много элементов, потому что современное наше, то, что нас окружает, это все такое очень стерильное, пряничное, а у нас должна быть какая-то более военная фактура. Звездно-актерский состав, сложнейшие декорации, реальные истории. На этом решили не останавливаться. Автором саундтрека станет Александр Розенбаум. Планируется, что в прокат картина выйдет 9 мая 25-го года, к 80-летию Великой Победы. Конечно, громкую премьеру мы ожидаем и в белорусской столице. Полина Макея, Диана Глебович, агентство Музык Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова